Здравствуйте! Вы смотрите главные новости на Первом областном. В студии Олег Рудаков. Генеральный партнер главных намосей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Вопросы взаимодействия Банка России и правительства Орловской области губернатор Андрей Клычков обсудил на встрече с управляющим отделением по Орловской области Романом Никольским. Он представил стратегию финансовой организации в региональном аспекте, внес предложение по развитию финансового сектора на базе национального платежного инструмента «Карты Мир» для Орловчам. Сообщается на портале администрации области. Для нас большое значение имеет работа, которую Банк России проводит в Орловской области, оценивая ситуацию и определяя те векторы развития, которые сегодня характерны для России и для Орловской области. И, безусловно, та большая аналитическая работа, которая ведется Банком, она сегодня может явиться основой как корректировки, так и определения основных направлений деятельности в регионе, отношения и банковской деятельности, отношения и работы промышленных предприятий, оценивая их перспективы, задачи и, в том числе, внутреннюю обстановку. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить ваше ведение и стратегии деятельности самого Банка, и в целом определить те мероприятия, которые целесообразно провести в регионе для укрепления экономической стабильности и для развития взаимоотношений. Представители органов исполнительной власти семи субъектов России – Красноярского и Ставропольского краев, Самарской, Омской, Тульской, Амурской областей, Карелии, Министерство энергетики и Минтранс России стали участниками второго этапа программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. Она разработана высшей школой госуправления и утверждена федеральной программой подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров. Темой региональной стажировки стал национальный проект «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации региона. Что касается ввода жилья, в этом году мы прогнозируем ввод жилья в многоквартирных домах в объеме 180 тысяч квадратных метров. Ожидаем также увеличение темпов ввода жилья индивидуальными застройщиками. Если в 2018 году объем ввода индивидуального жилья составил 100,1 тысяч квадратных метров, то в этом году мы прогнозируем на уровне 117 тысяч квадратных метров. И я думаю, что эта общая тенденция повышения объема ввода квадратных метров обусловлена и взаимной работой с застройщиками, и обеспечением земельных участков, подведением инфраструктуры. Еще один момент – отсутствие в черте крупных городов, земельных участков для выделения льготным категориям граждан. Понимая проблему городских территорий, на прошлой неделе было принято решение, писал постановление о выделении земельных участков, в данном случае первый шаг – это 14 гектаров земли, Орловский район. У нас есть город Орел, Орловский район, окружающий город Орел, для предоставления именно многодетным семьям за счет территории другого муниципального образования. В дальнейшем земельные участки будут предоставляться бесплатно для индивидуального жилищного строительства, но это один из тех аспектов, которые хотелось бы обсудить. Какой оптимальный путь? Это просто инженерная коммуникация, либо это какие-то дополнительные меры поддержки, которые смогли бы стимулировать в том числе строительство жилья из категории очередников? Срок подачи заявок на участие в региональном конкурсе «Молодые кадры Орловщины» продлен до 7 августа включительно. Такое решение было принято Оргкомитетом проекта по просьбе участников в социальных сетях. Тему продолжит Юлия Сабельникова. Одним из участников конкурса «Молодые кадры Орловщины» стал аспирант Среднерусского института управления филиала «Ранхикс» Роман Богатырев. Региональный конкурс «Молодые кадры Орловщины», который стал своеобразным местным, областным прототипом лидеров России, он поможет выявить тех специалистов, тех талантливых людей, которые смогут продвигать наш регион, позволят ему развиваться экономически, культурно, может быть даже духовно. И очень хотелось бы, чтобы для этого не было привлечения специалистов извне, потому что мы, как регион, как губерния, давшая миру такое количество гениев, например, литературы, я думаю, что мы сможем вырастить и своих специалистов в любой сфере. Дистанционное обучение молодых специалистов в сфере культуры и образования – такова тема проекта, который Роман хочет реализовать на Орловщине. Это укропненная такая информационная среда, в которой будут размещаться какие-либо теоретические данные для различных профессий, которые относятся как раз к сферам культуры и образования, какие-либо проекты, связанные с добровольчеством. Также будет какая-то информация, с помощью которой люди из нашего региона смогут поучаствовать во всероссийских и международных мероприятиях как раз к сфере культуры и образования. Хотелось бы предоставить им возможность даже про это просто узнать. Иногда большой проблемой является просто-напросто вот этот информационный вакуум, в который мы попадаем, и некоторые специалисты в своей сфере не могут повышать свою квалификацию, каким-то образом улучшаться просто-напросто, потому что они не знают, что есть такие возможности. И я хотел бы этим своим проектом им помочь узнать об этих возможностях. Научный руководитель Романа Виктор Левцов отзывается о молодом аспиранте как о человеке, который сможет занять достойное место в команде губернатора или даже президента. Присущее ощущение инноваций, и я считаю, именно такие люди сегодня должны входить в команду губернатора и президента. Это люди, которые много достигнут, это люди, которые будут реформировать Россию, и с их помощью, я думаю, мы должны достигать новых инновационных высот. Подать заявку на участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» можно до 7 августа включительно. Для этого необходимо пройти электронную регистрацию на портале Орловской области, представить видеоролик и ответить на вопросы тестирования в режиме онлайн. Конкурс «Молодые кадры Орловщины» – это замечательный пример того, как можно собственными силами поменять что-то вокруг себя. Мы привыкли ругать все, что происходит вокруг – плохие дороги, чиновников, президента или страну. Но при этом мы никогда не пытаемся изменить что-то вокруг себя. Вот этот конкурс – это замечательная возможность проявить себя, попробовать себя вообще в новой роли, возможно, в роли чиновника, предложить тот проект, который на самом деле сделает жизнь в нашем городе, в нашем регионе лучше. Что-то поменять, найти новых друзей, новых знакомых, сформировать команду единомышленников, ту команду, которая этот проект сможет воплотить в действительность. Юлия Сабельникова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». Наш телеканал продолжает знакомить зрителей с туристическими достопримечательностями Орловщины. Мы делаем это совместно с торгово-промышленной палатой, орловскими турагентствами и прочим бизнесом, пытающимся развить внутренний туризм. Не лукомодья. Нет тут и зеленого дуба с цепью и котом. Но есть живность и растительность другая, включая собачку, навязавшуюся участникам очередного пресс-тура. Его устроил для представителей орловских СМИ и для блогеров, региональный, туристический и близкий к туризму бизнес. И для того устроил, чтобы с помощью этих глашатаев привлечь на Орловщину всяко-разно путешественников и отпускников, чтобы разошлась так во все стороны весть о том, какие есть у нас красоты, история и развлечения. Так вот, это исток оки, который берет начало из родника в деревне Александровка Глазуновского района. Не лукомодья, но здесь и леший бродит, русалка на ветвях сидит, избушка тут на кудих ножках и баба-яга с прислугой, и витязи, правда, без черномора. Тут русский дух, тут Русью пахнет. В общем, все как полагается. Эти фигуры были поставлены нашими земляками, семьей Гординых, отец и сын. Они были художниками. И вот у них была такая вот идея по всей территории поставить фигуры сказочных героев. И вот они до сих пор у нас стоят с 1994 года. Далее туриста позовут Малоархангельск. Например, узнать про Пушкина, который как будто бы в мае 1829 года, будучи проездом, сделал здесь остановку. К нему утром пришли чиновники Малоархангельские при параде, в мундирах, с наградами, с подношением. Думаю, что приехал ревизор. Но Пушкин, глядя в окно, говорит Денщуку, гони в шею дураков. Пушкин был или не был, мы не знаем. Но сюжет для ревизора, известного писателю Гоголю, конечно же, дал Пушкин. Остановку в Малоархангельске может сделать любой. Не только Пушкин. Например, в музее боевой славы. Он возник благодаря красным следопытам, которые своей работой прославили подвиг советского солдата, совершенной в частности на северном фасе Орловско-Курской дуги. Можно зайти и в Дом детского творчества, зайти и позавидовать. Экий ты, в сравнении с его воспитанниками, криворукий. А потом туриста поджидает обед. Есть в паде километров от города, на берегу пруда прогресс, база отдыха. Рыбалка уха, запеченный на углях толстолобик, прогулки на катамаранах и катере. Нате. Виды и пейзажи, свежий воздух, песни под гитару, дарев мотора, сбивающего воду. Еще есть мини-гольф и шахматы. Остановиться скоро можно будет в таких вот домиках. То ли это жилище хоббита, то ли пещера дикого человека. В том смысле дикого, что здесь каждый отпускник и всякий выбравшийся на выходные оказывается на природе, добывая себе пропитание удочкой и приготовляя ее себе на огне. В каком-то смысле все это агротуризм, популярный у тех, кто уже наездился в Европу, Тай и Египет. А что? Вот вам провинция с прелестями. Край мира для иного туриста. Вспомним то самое лукомодье. Это фольклорное слово аккуратно означает место на краю мира. Место заповедное и чудесное. И где искать его на Орловщине, теперь знаете. Сергей Быковский, телеканал Первый, областной. Сейчас предлагаем вспомнить строчки из произведения Михалкова о прививках. У одного дрожат коленки, другой не боится и говорит. Ну, подумаешь, укол. Укололи и пошел. Об особенностях детской вакцинации в сюжете Светланы Бабарыкиной. Пришло время вакцинации. Делать или не делать прививку своему ребенку. Не будем искать ответа на этот вопрос в социальных сетях или у соседки. Обратимся к специалисту. На наши вопросы ответит Антон Павликов, заведующий отделением научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи детям имени Круглой. Врач-педиатр, кандидат медицинских наук. Специалист считает, что нужно использовать все возможности, чтобы защитить детей от инфекции. Когда и от чего прививать ребенка, напомнит национальный календарь профилактических прививок. Дотошная мама без проблем разберется в данном календаре. Там указаны четкие сроки, в какие ребенок должен получить какие прививки от какой конкретной инфекции. Коклюш, столбняк, дифтерия, полиомиелит. Всего российским календарем предусмотрена вакцинация от 12 инфекций. Задача как раз вакцинации – это защитить детей первых двух-трех лет жизни. Это именно тот период жизни, когда от данных инфекций, к сожалению, дети погибают. Коллективный иммунитет вырабатывается в процессе всеобщей вакцинации. Игнорирование прививок приводит к эпидемиям. Антипрививочное движение продолжает набирать обороты, а вместе с ним растет и частота вспышек инфекции. Антипрививочники часто говорят о единичных случаях постпрививочных осложнений. И эти единичные случаи у всех на слуху, благодаря массивному движению антипрививочников. А вот о том, что была эпидемия в СНГ в 90-е годы дифтерии, и погибло 6 тысяч человек, 6 тысяч человек, не только детей погибло, об этом мало кто помнит, даже среди врачей. И вот если бы негативная информация в таком свете освещалась, наверное, сторонников вакцинации было бы больше. Не стоит бояться вакцинации против полиомиелита. Современной медицине удалось избежать побочных действий от этой прививки. До относительно недавнего времени, когда делалась сразу живая вакцина, данная вакцинация являлась одним из самых частых источников осложнений. Потому что живая вакцина может вызвать острый вялый паралич у ребенка. И врачи об этом не скрывают, собственно говоря. Согласно рекомендациям СНГ, сейчас в национальный календарь России первые две вакцинации вводятся инактивированы, для того, чтобы выработать уже первичный иммунитет. И, соответственно, частота вялого паралича при введении данной вакцины, она сошла на нет. И мамы, и бабушки, ожидая вакцинации, понимают всю серьезность момента. Для малышей прививка тоже стала привычным делом. Да, я делал прививку в садике. Иногда я плакал, теперь я их не боюсь, этих прививок. Светлана Бабарыкина, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. Напомним, что актуальные новости нашего региона вы всегда можете услышать, включив экспресс-радио «Орел» на стое 4 в FM-диапазоне. Выпуски экспресс-новостей выходят по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. Орловские росгвардейцы нагрянули в очередной в их списке детский лагерь. Была сирена, ОМОН с собакой и стрельба из калашей. Далее вас успокоит Сергей Быковский. Ничего страшного не случилось, если не считать зарядку, ведь ее многие боятся. Чем ребенку заняться в летнем оздоровительном лагере, когда в расписании окно? А можно повертеть в руках автомат, скинуть к плечу винтовочку, вспомнить ТТХ и устройство. Можно примерить бронежилет и каску. Ну чем тебе не занятие? А если ты уже подрос, можно выучить военную историю, расспросив представителя Орловской страйкбольной ассоциации, которая и устроила в Ветерке эту выставку игровых приводов, точных копий настоящего оружия, например, периода Афганской войны. Единственным недостатком на этом автомате является неисточенный лак с целья. В афганский период целье стачивалось. Почему? Потому что лак при нагреве, при длительном огневом контакте с душманами в горном массиве, лак растворялся и начинал прилипать к рукам. Бойцам это было очень неудобно, руки это очень сильно обжигало. Хотя термические дерева более термоустойчивы к температурам, чем пластиковые рукоятки, бакелитовые и все остальное. Оружие в Ветерок страйкболисты привезли по договоренности с Орловской Росгвардией. Та и сама сюда прибыла во всеоружие. Зажимай. Впрочем, в этом детском лагере никто ничьей жизни и здоровью не угрожал, если не считать малоподвижность, нездоровое питание и вредные привычки, присущие кое-кому из молодежи. Вот о том, как быть здоровым и спортивным, и рассказали в Ветерке сотрудники Росгвардии, и на себе показали отдыхающим в лагере детям преимущество формы, хорошей физической. Это акция «Каникулы с Росгвардией». В рамках он и даже была проведена зарядка специального назначения. Боец СОБР продемонстрировал несколько разминочных упражнений, с которых росгвардейцы и начинают свои тренировки. С одной стороны, ничего хитрого. С другой, попробуйте, например, сами вот так вращать головой. Но одновременно пройти ровненько хотя бы шагов 10. Еще ребятам рассказали о службе, что-то даже продемонстрировали. Условно разминировав условный подозрительный предмет. А еще была военно-спортивная эстафета. Старт с ящиком как будто патронов. Потом бросай гранату. Еще потом попробуй облачиться в форму, пока сгорает спичка. И опять бегом-бегом за бронежилетом и противогазом. Потом еще надо было отстреляться по коробкам из-под абельсинов. Открыть огонь. Два. Цель акции – пропаганда здорового образа жизни и даже, быть может, профидентация подрастающего поколения. К нам можно всегда обратиться. Мы всегда готовы провести какие-то спортивные соревнования, провести патриотические занятия. Готовы познакомить с действующими сотрудниками спецподразделений, с нашей техникой, вооружением. Рассказать о наших достижениях, о наших ветеранах. Выражаясь языком рапортов, за время проведения акции происшествий не произошло. Общая оценка – хорошо. Сергей Быковский, телеканал Первый областной. Посидеть по-соседски. Жители 41-го и 43-го домов на улице Планерной любят проводить вечера в общей компании. Виктория Юркова прониклась теплой атмосферой. Развлечения у каждого свои. Пока дедушки определяют карточного дурака, молодежь стоит в очереди. Бросить кольцо и попасть точно в цель чупа-чупса стоит. Так начинался праздник двора в 909-м квартале. Казаки мимо не ходили, зато ходил депутат. И, кстати, совсем не мимо, а пришел целенаправленно. Праздник двора на площадке 41-го и 43-го домов по улице Планерной. Приятное завершение дня. Культурных вечеров не хватает, говорят старожилы. А тут отдыхают душой. Всем друзьям тут хватит места, некогда души. Будем вместе, будут вместе, значит будем жить в губе Россия. Праздник собрали накануне большого городского события. Дня освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Настроение тоже, только размах поменьше. Радуют соседей все те же. Орловские коллективы. Просто приходим к людям, чтобы вместе с ними порадоваться за наш город. Ну и еще один повод локального характера здесь есть. Недалеко, вот здесь три двора, буквально сегодня отремонт закончен практически ремонт. Взяли три пробы на асфальт. Асфальт делал очень достаточно качественно. Для людей это тоже праздник, когда во дворе нет ям, асфальт хороший. Придет хороший асфальт и во двор 41-го дома по планерной. Депутат подсказал, что нужно сделать. Программа благоустройства дворовых территорий действует в областном центре. Три года. Программа очень удачно идет в этом году. Программа ремонта дворовых территорий. Это партийная программа, партия Единая Россия. За все ее существование было отремонтировано около 900 дворов. Можете представить, 900 дворов. И чем больше мы делаем, тем справедливо жители предъявляют больше претензий. Может быть, что а почему не наш город? Вот этот двор, он более-менее в нормальном состоянии, но он уже подходит к ремонту. Мы настоятельно рекомендовали этому двору жителям собрать собрание, оформить протокол соответствующим образом и войти на основе конкурса в очередную год программу. Все будет зависеть от активности жителей. Виктория Юркова, Андрей Борискин. Телеканал Первый областной. Это были все новости на сегодня. Интересную информацию сообщайте нам по телефону редакции 761028 или присылайте на нашу почту mailsobakov.ru. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Конкурс «Молодые кадры Орловщина» Конкурс «Молодые кадры Орловщина» Лично мне дал тот опыт и тот старт. Участвовать в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» нужно каждому, кто молод, у кого горячее сердце. Я понял, что можно участвовать в настоящей жизни, внутренней жизни нашего города и нашего области. Здесь солнце и море дарят счастье и вдохновение. Опьянящий ветер свободы окрыляет. Здесь тебя ждут удивительные истории и неожиданные открытия. Здесь великое прошлое и героическое настоящее. Живут в каждом камне, в каждом имени, в каждом дыхании легендарного города. Севастополь ждет. Стань частью легенды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на Первом областном. С вами Екатерина Ясная. В пятницу погода не слишком изменится. В основном пасмурно. Даже дождь будет ободряюще капать. Но не часто. Давайте узнаем детали прогноза прямо сейчас. В Амцинске перемены облачности небольшие дожди. Днем плюс 17, ночью плюс 12. В Ливнах тоже небольшие дожди. В основном пасмурно. Температура 17 со знаком плюс. Ночью 12 тепла. В Волхове пасмурные дожди, но небольшие. Плюс 16 ночью плюс 12. В Орле, к сожалению, пасмурные, небольшие дожди. Температура плюс 17 ночью плюс 12. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Что в пределах нормы. Вы смотрели прогноз погоды на, пожалуй, самый любимый день недели. Оставайтесь с первым областным. Наши партнеры. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 13,05% годовых. Все сбережения застрахованы. Книжная канцелярская компания «Оптимист» объявляет акцию с 1 мая по 28 сентября. Будут разыграны ценные призы, а главный приз автомобиль «Лада Гранта». Разыгрыш призов состоится 28 сентября. Салон ателье «Соня» производит все виды чисток, подушек и одеял. Подарите вашей подушке вторую жизнь, а себе крепкий и здоровый сон. Всем интересной и насыщенной пятницы. До свидания. Петрова Марья Ивановна, что случилось? Здравствуйте. КПК «Сберегательный союз» еле нашел вас. Вот ваши проценты. Примите, распишитесь. Ой, спасибо. Как всегда, без задержки. А дача-то у вас хорошая. Так деньги в правильном месте храню. «Сберегательный союз». Звоните 22 20 37. Школу? Я не готов! Грандиозная акция от «Оптимиста». С 1 мая по 28 сентября, совершая покупку в магазинах «Оптимист» на сумму от 2000 рублей, вы получаете билет, который дает вам возможность поучаствовать в грандиозной акции. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Розыгрыш призов состоится 28 сентября в городе Орел. Культурно-досуговый центр «Металург». Регистрация с 11 30. Начало в 13 00. Школу вместе с «Оптимистом». Твои самые долгие отношения с подушкой и одеялом иногда могут закончиться плохо. Наперники загрязнились, пух и перо взбились в комки, поселился пылевой клещ и предмет оккультизма вызывает у тебя страшные сны. Что же делать? Выход один. Обратиться в салон отелье «Соня» и твой ночной кошмар закончится, а ваши подушки и одеяло обретут свежесть и вторую жизнь. Наш адрес – город Орел, улица Пушкина, дом 39. Напротив – здание «Ромашка». Поселок Нарышкина, улица Немкова, дом 23, около церкви. Телефон 48080. Субтитры создавал DimaTorzok Я оленя на скаку останавливаю. А я орла приручил. Я в минус 40 футболки хожу. Я горную реку босиком прошел. А я горностаю со 100 метров в глаз попадаю. Одним ударом я быка вырублю. А я бивень мамонта нашел. У меня 16 братьев. Я 7 килограмм льда растопил. Голыми руками. Я с 4 лет бриться начал. Субтитрыburg –ц Wright Wisdom worstопис. Бел ansи. Чakers. Умень. Умень. Белaren. Эфеми. Эфеми. Этот. Умень. 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 Чpicious не bén. Умень. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда нужны госуслуги.ру? Когда в планах свадьба. И дети. Когда меняете права или купили автомобиль. Когда надо платить штрафы вдвое дешевле. Или сэкономить 30% на пошлинах. Госуслуги. На все случаи жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...